МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это лишь один из эпизодов трехдневной поездки нижегородской молодежи в город-герой Тулу. Насыщенные программы, интересные встречи и знакомства. Эту, например, песню в исполнении протодиакона Андрея Железнякова многие ребята слышали впервые. А началась поездка с молитвы в Алексеевском храме Благовещенского монастыря. В составе делегации студенты нижегородских вузов и техникумов, их педагоги, православная молодежь – всего 200 человек. Во главе – митрополит Нижегородский и Арзамаский Георгий. Христос воскресе! Болись, Христос воскресе! Идея была у Владыки Георгия, которую поддержал наш губернатор Глеб Сергеевич. И при поддержке Министерства молодежи и политики была организована эта поездка. Совместно с протоколом, административным секретарем, организационным отделом. Конечно, была проделана большая работа. Павловичский центр очень хорошо поработал. Восемь часов пути и сразу на экскурсию в музей обороны. Казалось бы, ребята должны устать, но сколько интереса в их глазах. Музей-то необычный, иммерсивный. Мы буквально наших гостей с порога погружаем в эту историю. Мы буквально отправляемся в прошлое. Осень-зима 1941 года. И проходим буквально через весь город, посещая самые знаковые объекты. Вот мать провожает сына на фронт. Действие происходит на железнодорожном вокзале Тулы, каким он был в 1941 году. А вот госпиталь, почта, хлебозавод. А это обычная комната, а в ней ребенок, спрятавшийся от бомбардировки. В этом особенность музея. Здесь запечатлен не только подвиг бойцов и трудовой подвиг жителей Тулы, которые как один встали на защиту города, но и быт людей того времени. С 10 вечера до 5 утра в городе устанавливался комендантский час. Сцену довольно часто. В тот момент мы здесь можем увидеть. Вот милиционер проверяет документы, вернее пропуск. Без этого пропуска в комендантский час перемещаться по городу было категорически запрещено. Мы смогли даже арестовать до выяснения обстоятельств. Пропуск был, например, у этого мужчины, потому что он ночью работал. Надо было попасть с этой смены. Он, конечно, проходил. Облик зданий Тулы того времени, интерьеры созданы с исторической достоверностью. А в этих лицах – лица реально живущих людей. Тех, кто поздней осенью 41-го смог остановить врага на подступах к Москве. 15 октября командующий 2-й танковой армией генерал-полковник Гудериан издал приказ о захвате городов Сталиногорск Тула-Кашира с ценой окружения Москвы с юго-востока. После посещения музея меня переполняют эмоции. Был момент с госпиталем и с родильным домом. Рассказывали, как выходили 459 детей за одну ночь во время обороны Тулы. А как делали операции, даже сейчас у меня уже переполняют эмоции. Видел очень такие трогательные и ужасные картины, где жены и дети оставались без крова, без своих мужей. Видел также картины после немецких фашистских войск, которые проходили. Это ужас, они и там ничего не оставляли. Второй день паломнической поездки начался ранним утром. Два часа в пути, и вот оно, Куликово поле, встречает гостей туманом. Такой же туман был здесь 8 сентября 1380 года, когда 10-тысячное войско Дмитрия Донского разгромило 30-тысячную орду Мамая. Туман рассеялся только к началу боя, к 11 часам, а в два пополудня над этим местом, где поначалу находилась Ставка Мамая, были водружены победные русские знамена. Оказавшись здесь, чувствуешь необъяснимое волнение. Может быть, это зов крови, ведь тогда, сюда, на эту битву собрались люди буквально со всей России. Ведь речь шла не о каком-то отдельном княжестве, не о каком-то отдельной области. Речь шла о судьбе всей России, о судьбе всей русской нации. На месте, где почти 650 лет назад была Ставка Мамая, теперь храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Этот великий святой благословил князя Дмитрия на битву и предрек ему победу, хотя и дорогой ценой. Митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий возглавил божественную литургию в храме на Куликовом поле. Давно мечтал я побывать на Куликовом поле. Сегодня мы прибыли с вами, прошли две сотни наших студентов, духовных школ и светских университетов, чтобы вместе помолиться, побыть и пополомничать по всей Тульской земле, Апачи, прежде всего здесь, на Куликовом поле. Мы с вами сегодня полончим святом месте у истоков государства российского. Вы, молодежь, вы будущая страна. Чтобы вы пропитались этим духом, любили свою Родину, хранили свой народ и учили душу предполагать за других своих. После литургии студенты и духовенство во главе с ладыкой Георгием возложили цветы к Триумфальному столбу, памятнику колонне Дмитрию Донскому. Он, а также Сергийский храм были возведены лишь в середине XIX века. До этого место Великой битвы никак не было отмечено. По периметру колонны надпись из 45-го псалма. По преданию, его читал своим воином перед битвой князь Дмитрий. Эта надпись гласит так «Бог нам, прибежище и сила, Помощник в скорбях, обретших на зело. Всего ради не убоимся, Господь в сил с нами». Поблизости со смотровой площадки открывается вид на само Куликово поле. Еще ближе его можно увидеть с площадки музея Куликовской битвы. Он находится в двух минутах езды. Уже подход к музею впечатляет. Земля, пронизанная десятками стрел. Раскопки здесь ведутся с ранней весны до поздней осени. Подлинные реликвии в самом музее. Здесь же можно перенестись в самую гущу битвы. Благодаря современным технологиям она становится ближе и понятней, как будто от нее отделяют не столетия, а считанные дни. Два этажа, и каждый зал здесь содержит символику, потому что они взаимосвязаны. Сначала представлена Куликовская битва. События, как развались первые этажи, у нас полностью посвящены Куликовской битве. Подземный этаж, как к современной науке, как изучают поле сражения. Начало Куликовской битвы сразу на четырех экранах, что создает эффект присутствия и делает посетителей очевидцами битвы. Увидеть всю панораму боя можно с помощью макета, на котором воссоздан природный ландшафт Куликова поля 1380 года и движение войск. Хочешь, думаешь, что на самом деле, что вот люди идут, начинается бой, то есть люди стоят и как-то они воспринимают, что вот сейчас начнется битва и с высокой вероятностью они погибнут. То есть шанс выжить в такое сражение, он минимальный. И я даже не могу представить, как бы я себя на этом месте чувствую. Вот как люди идут на этот бой, защищать свою страну, своих родных, это очень тяжело с эмоциональной точки зрения воспринять. Многие экспонаты здесь разрешается трогать руками. Монеты, оружие, доспехи. Не случайно этот музей в 2020 году попал в число номинантов премии Европейский музей года. Информацию здесь можно получать разными способами. Мне понравилось, что музей взаимодействует со всеми органами чувств. То есть помимо того, что мы слушаем экскурсовода, мы можем посмотреть какие-то вещи, которые в том числе находки и действительно как исторические такие артефакты. Также мы можем услышать что-то. Есть интересные экспозиции, где можно сесть, услышать чью-то речь, какие-то сказания, рассказы про битву. Можно потрогать все буквально почти. Мы прикоснулись и к артефактам, и к оружию. Мне очень было интересно натянуть тетиву лука, допустим, рассчитать свою силу. И за счет этого складывается полное впечатление, и все задействуется, и очень интересно от этого. Завершением второго дня пребывания Нижегородской делегации на Тульской земле стала встреча с управляющим Нижегородской митрополией. Отвечая на вопросы молодежи, Владека Георгий рассказал о своем детстве, взрослении, службе в армии, о выборе пастырского пути, а впоследствии и монашеского служения. Дал добрые советы молодым людям, как важно слышать и слушать голос совести, как нужно относиться к окружающим, как развивать в себе патриотические чувства. Верскость у нас объединяет и более церковных людей, и менее церковных людей. Это не значит, что это с вас там неправильно, не очень крестится, или в храме он не наш. Все вы наши, все мы ваши. У нас другого мира нету, как Россия. Давайте жить в мире и согласии, как Кот Патторский говорит. Ребята, давайте жить дружно. В этом наша сила и крепость. После слов Владыки Георгия я просто понял, что к людям надо относиться по-другому. Хотя бы чуть-чуть. Он сказал, что никогда не надо злиться. Всегда надо верить в Бога. Когда на интервью вчера были, очень подробно нам отец Георгий рассказывал про то, как он принял веру, про то, как он... Ну, даже с самого рождения он сказал, что я родился верующим, еще в утробе матери. Вот. В принципе, его рассказ, да, он таки вдохновил нас. Изначально он показался таким серьезным, дяденькой, а на интервью он так ближе к нам стал как будто. Хороший, понравился, такой добрый. От него прям веет добротой. Поездка очень крутая. Мне прям очень понравилась экскурсия. Музеи. Я первый раз была в таких музеях. Обычно музеи, по моему мнению, это какие-то старинные такие, но не очень интересные. А здесь вот все цифровое. Виктория в этой поездке не только приобщилась к культурным событиям, но и впервые исповедовалась и причастилась. Девушка и раньше бывала в храмах, но больше как на экскурсии. Теперь православие стало ближе. Было очень волнительно. Я стояла, очень сильно переживала. Прям как вот на экзамене во время сессии стояла. Очень было трепетно, особенно когда мы подходили к отцу. Святые Христовы Таина приняли многие нижегородские паломники. Сначала в Сергиевском храме на Куликовом поле, потом в Туле, в Успенском кафедральном соборе. Здесь с божественной литургией началось утро третьего заключительного дня. Величественный храм из красного кирпича находится в сердце города, напротив стен Тульского Кремля. После литургии молодежь отправилась туда на экскурсию. А затем в Музей оружия – один из старейших и крупнейших музеев оружия в России. Экспозиции музея занимают четыре этажа и рассказывают о разных видах оружия, начиная с его зарождения до наших дней. Поездка в Тулу уже третья в рамках сотрудничества Нижегородской епархии с правительством области в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Год назад было паломничество в Волгоград. В мае этого года – в Москву. Это моя уже третья поездка в такие места по городам-героям. И очень хочется, конечно, выразить огромную благодарность Глеб Сергеевичу Никитину и нашему высокопредосвященшему Владыке. Потому что это очень важно, чтобы наша сейчас молодежь просвещалась. И сразу же как-то хочется еще больше окунуться в истории, узнать что-то большее. Хорошая возможность, что мы днем просвещаемся, а вечером можно посвещать город. Вот какие-то такие достопримечательности. То есть по вечерам мы уходим гулять еще. И то есть, ну, многим нравится, с кем общаюсь, мы обсуждаем, нам нравится. 200 человек – совершенно разные люди, до этого совсем незнакомые. Здесь они не только узнали и увидели много нового, нашли новых друзей, но и обогатились духовно. А еще теперь в их плейлисте есть новая песня. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok